Парковка на даче своими руками. Здравствуйте! В данном видео мы строим некую площадку размерами примерно 10 на 15 метров, часть которой примерно 6 на 10 будет являться парковкой. В дальнейшем на стороной части площадки еще будет некое строение, граничащее собственной стеной с зоной стоянки. Сама же парковка на даче будет открыта и не будет никак отгорожена от проезжей части. У нас ведь как обычно принято. В заборе устраивают распашные ворота. Затем на территории выделяется бесполезная часть дороги между въездными воротами в заборе и еще одними воротами капитального гаража. Мало того, что владельцу данной классической системы хранения автомобиля нужно открыть и закрыть двое ворот, чаще не автоматических, так еще и места очень много это все крадет. А попробуйте запарковать тут сразу два автомобиля, да так, чтобы один не подпер второго. Еще один популярный вариант, без гаража на территории, но когда во дворе за воротами шириной около трех метров, пытаются разместить огромную, по их мнению, дачную парковку для двух и более автомобилей. Обычно понимание того, что проезжая часть и зона разворота для таких решений будут занимать половину площади парковки, приходит намного позже. В моем же случае зона разворота и подъездные пути к паркоместам остаются на проезжей части. И таким образом на участке 6 на 10 метров, именно столько отведено под парковку, можно разместить спокойно три автомобиля. И даже четыре, если сильно нужно. Посмотрите, как плотненько паркуются во дворах обладатели жилой недвижимости, больших городов и вопросы отпадут. А вот если бы я отделил данную зону въездными воротами от дороги, то на этой же самой парковке поместился бы только один полноценный или два автомобиля поменьше. Но я не хочу дискутировать на тему рационального дачного строительства, а просто покажу, как лично я строил парковку своими руками, на чем я сэкономил, а где переплатил. Надеюсь, это кому-то будет полезным. Поехали. Первое. Подготовка основания под парковку. Обычно подобную работу принято начинать с удаления верхнего плодородного слоя с последующей засыпкой, непучинистым грунтом или без нее. У нас тут работал трактор, но больше для удаления старого мусора с участка, а чернозем снимался местами автоматически. Но, справедливости ради, стоит отметить, что плодородный слой, имеющий в своем составе органику для обустройства парковки, можно не убирать. Органика при разложении может обеспечить в дальнейшем неравномерную усадку. Но если вам не критичны перепады в пару сантиметров, то можете не заморачиваться. Лично у нас плодородный слой снят, а еще сверху с углинка мы укладывали остатки старой отмостки, куски бетона, кирпичей и прочего неликвида. Затем ручной трамбовкой, обычно после дождика, мы хорошенько уплотняли наше будущее основание. Этой процедурой мы преследовали две цели. 2. Утилизация строительного мусора и получение прочного основания, которое в дальнейшем прослужит частью системы фундаментов при возведении на площадке забора и малоэтажного строения. Обустройство бетонного бордюра по периметру парковки можно посмотреть в видео про ленточный фундамент. 2. Геотекстиль Главная характеристика геотекстиля – это его плотность, измеряемая в граммах на метр квадратный изделие. Почему блогеры приплетают сюда толщину в микронах, непонятно. Неужели в наше время есть люди, которые не ходили в школу? В моем случае был использован иглопробивной геотекстиль плотностью 300 грамм на метр квадратный. Подобные рулонные материалы используют в градостроительстве при возведении дорог. Материал этот толстый и мягкий, чем-то похож на тонкие одеяла из овечьей шерсти времен СССР. Помимо разделения прилегающих слоев материалов, сият конюшка имеет способность к растяжению и выдерживает куда большее усилие, чем садовое агроволокно, которое применяют иные блогеры. Чтобы оценить прочность данного материала, можно посмотреть, как груженый зил весом 10 тонн катается по свежераскатанному, на довольно абразивное основание, геотекстилю. Именно плотный геотекстиль, обладающий хорошими армирующими свойствами и способен нести огромные нагрузки. Но выбор, конечно, за вами. А еще данный геотекстиль белого цвета, и он частично таки пропускает ультрафиолет. Но благодаря своей плотности и в совокупности с последующим слоем щебня, трава сквозь нашу парковку не прорастет. И, предотвращая возможные споры, отведем все же пару строк и для сопутствующей теме. Если на подобной парковке появляется трава, то, скорее всего, она прорастает на щебне сверху. Дело в том, что песок, листья и грунт в виде пыли и так далее обязательно попадает на щебень с колес автомобиля, с грязной обуви, заносится ветром или животными. И если в этот субстрат попадают семена травы, то они обязательно прорастают. Травинки недолго повыдергивать в младенческом возрасте, но если они начнут прорастать вниз, то могут проткнуть геотекстиль, и последующее удаление взрослых корневищ может стать уже проблемой. Некоторые решают проблему травы гербицидами, а некоторые спустя годы, когда грунт заполнит все пустоты в щебне, смирившись, начинают использовать газонокосилку. Для любителей гербицидов скажу лишь, что применение их на приусадебных участках запрещено законодательно. Наверное я скажу новость, но за это предусмотрен штраф и даже грозит реальный срок. А вы знали, что с травой на подобной дачной парковке или же в щелях между брусчаткой и плиткой можно справиться с газовой горелкой или строительным феном? Некоторые производители промышленных фенов даже пишут об этом в инструкции. А есть люди, которые раз в несколько лет вручную вынимают щебеночную засыпку, промывают камушки водой, убирают мусор и засыпают гравий обратно. И это не так сложно, как может показаться. А можно спустя время замостить всю площадку брусчаткой, имея уже готовое твердое основание, залить бетоном или даже закатать парковку асфальтом. Третье. Засыпка парковки под автомобиль. Обычно на этом этапе работ по возведению парковки большинство блогеров руководствуются поговоркой «слышал звон, да не знает где он». Люди из ютуба часто кладут в слой щебня арматуру, кладочную сетку и даже стальные трубы и уголки. Я даже видел, как парень в слой щебня зарыл по всей площади эко-парковку. Оригинальный, надо признать, способ внутрь парковки засунуть еще одну парковку. Но вот что действительно мне непонятно, это зачем поверх геотекстиля сыпать слой песка, а сверху слой щебня. Ведь скорее рано или немного позднее, но щебень просядет в песок, если эти слои не разделить еще одним слоем геотекстиля. В итоге все равно получится песчано-гравийная смесь, в которой прекрасно растет сорняк и чем тогда она будет отличаться от обычного грунта. Обычно песчано-гравийная смесь это хорошее, достаточно плотное основание для укладки поверх него дорожного асфальта, элементов фундаментов или нечто подобного. Но оставлять это все открытым и выращивать на нем сорняки, крайне сомнительное решение. А если уж решили такое сотворить, то почему не сделать немного наоборот? Сначала насыпать щебень, затем засыпать песком и хорошо пролить, пока песок не заполнит пустоты среди камней. Зачем вам ежегодная усадка парковки, если можно ее избежать, просто изменив порядок действий? У меня песка нет, просто слой 10-15 см щебня, фракцию 20-40 мм. Он самый популярный, потому что самый дешевый. Я никуда не спешу и если где-то просядет, немного досыплю. У меня прикуплен гранитный щебень с запасом для будущих дорожек и прочего формирования благоустройства территории. Видите какие терриконы из щебня? А еще скажу, что чем больше фракция щебня, тем большую несущую нагрузку будет нести основание парковки. Мелкий щебень или даже речная галька может и красивее, но как минимум дороже. Также на очень мелкой фракции щебня или гравия, как бы вы не трамбовали основание парковки, обязательно будет видна колея от машины. Четвертое. Въездная группа на парковке. От асфальтированного дорожного полотна щебень парковки отделяет бетонный бордюр высотой 15 см, который заливался в два этапа. Сначала классический бордюр прямоугольного сечения, а затем некое подобие прилегающего к нему пандуса для относительно комфортного заезда. Этот условно высокий бордюр необходим для предотвращения подтопления участка дождевыми водами. Дело в том, что участок расположен по улице вдоль реки в нижней части города. В период дождей вся вода из города собирается и стекает по таким вот улочкам очень интенсивно, и подобные преграды здесь просто необходимы. Дренажные канавы по улице не предусмотрены, поэтому так. Бетон готовили из цемента марки 500, мытого песка и гранитного щебня фракции 5-20 мм в пропорции 1 к 2 к 3. Свежую заливку накрывали пленкой и как обычно держали так 28 суток. Армирование бордюров выполнять обязательно. Смета как всегда прилагается, но в ней общие затраты по обустройству площадки примерно в 150 квадратных метров. И еще пару слов касаемо уборки опавшей листвы осенью и снега зимой. Листва прекрасно убираются садовым пылесосом или воздуходуйкой, уже лично проверено. Даже веерными граблями можно их смести с крупного щебня. Для уборки же снега тоже придумали профильные механизмы, но если аккуратно, то можно и лопатой. Тем более, что в моем случае нужно очистить всего лишь одно паркоместо. А все подъездные пути к парковке чистят коммунальные службы. Благодарю за внимание. Продолжение следует...